В нашем лексиконе появляется новый для физических лиц термин, это термин деприватизация. Что это такое? Кому эта деприватизация будет выгодна? Об этом сегодня наша актуальная тема, которую мы после обсудим. Взять и отдать. В России предлагают сделать бессрочную деприватизацию жилья. Право на бесплатный перевод квартир в собственность заканчивается 1 марта. Несколько лет подряд этот срок переносили, и сейчас, видимо, решили, все, кто мог, уже приватизировали свои квадратные метры. А кто не успел, тот опоздал. А вот вернуть квартиру государству можно в любой момент. И выгодно это многим. Прежде всего, из-за высокого налога на жилье, который ввели с этого года. У нас сейчас формируется класс, ну, что вещи своими именами называть, нищих собственников, которым платить этот налог на имущество, значит, и платить вот эти сборы за капремонт, просто становится не по карману. А нужно ли ему такое дорогое жилье? Вот, и не проще ли его деприватизировать? Ну, вот, и продолжать жить уже по договору социальному найму, но в этой же самой квартире. Бывают также случаи, ну, скажем так, плохих отношений в семье. Когда пожилой человек, имеющий очень плохие отношения с родственниками, детьми, говорит, что я не хочу, чтобы им чего-то от меня осталось. Признанные малоимущими собственники могут вернуть квартиру государству и снимать ее же по договору социального найма. При этом все владельцы должны подписать согласие. Это может быть актуально для аварийного фонда или владельца в комнат-коммуналках, который в результате получит большую площадь, минимум 18 квадратных метров на человека. Фактическая возможность реализации этого бонуса зависит исключительно от наличия или отсутствия жилья в конкретном населенном пункте. Поэтому на практике, конечно, скорее всего, не будет реализована и такая выгода. Государство может дать другую квартиру, если человек состоит на очередь, и как раз в этом случае действительно очередь может быть немножко увеличена. Если взять, например, Германию, там где-то 50% населения, оно не владеет собственным жильем, а арендует квартиру, по сути, пожизненную. Но на практике все это будет выглядеть непросто. Во-первых, снова заполучив жилье в центре города, администрация может забрать его для своих целей, а бывшим собственникам предоставить другое, например, в Колпино или Шушарах. И отказаться от него по закону будет нельзя. Да и статистика говорит о том, что люди не спешат отказываться от собственности. За последние два года в Петербурге было приватизировано более 60 тысяч квартир. Отдали государству назад 121. Но все-таки не зря нас четверть века агитировали за частную собственность. Для государства это, по большому счету, головная боль. То есть это никакой не актив, а лишние затраты, лишние хлопоты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!